обновление всего остального да то есть было был парк был было видео теперь все остальное я так попытался вычленить что нового версии 11.6 да то есть первое то есть расскажу буквально там пару слов архитектура второе это я скажу о волшебном слове тропа штука загадочная мало кто о ней слышал но я знаю счастливых пользователей этого дела пару слов о джабире джабире 11.8 который вышел пару слов безопасность usi обновление ccx 11.5 и cisco prime collaboration тоже буквально пару слов скажу и так основное основное положение архитектуры 11.6 в принципе следующих всех версий да что мы имеем он премис устройство это колл-менеджер это например cms это голосовая почта контакт центра контакт центр мы имеем облачные сервисы тот же spark мы имеем решение для разработчиков тот же тропа тот же spark api да когда вы подключаетесь но вот эта архитектура сразу оговорюсь она справедлива для америки у нас есть определенное ограничение когда вы берете телефон и вы хотите получить весь набор сервисов вы вольны выбрать либо вы покупаете он премис инфраструктуры к ней подключаетесь либо вы подключаетесь непосредственно в облако к облачной инфраструктуре и получаете в принципе один и тот же набор сервисов в нашей ситуации телефон подключить в облако и получить городской номер пока нельзя если говорить например штатах канаде то вы можете взять телефон подключить его spark и получить прямой городской киевский номер правда американ для звонков классика жанра по он премис инфраструктуре это центр коммуникации всех это не хоть коммуникация менеджер с модулем презент очень важный еще момент мы фактически выводим из эксплуатации VCS VCS который старый VCS control его функции на себя берет экспресс войси то есть если вам необходимо зарегистрировать либо сторонние терминалы какие-то либо не нужен вам колл-менеджер нужно зарегистрировать видеотерминалы какие-то групповые либо настольные то вы соответственно регистрируйте их на экспресс войси дальше конференции обеспечивается митинг сервером тмсом ряд приложений как-то контакт центр голосовая почта prime collaboration как менеджмент и выход в город и листы к стенам да мы используем голосовые шлюзы мы используем кубы и для того чтобы выйти в мир по видео используем пару экспресс войси экспресс войси дальше мы соответственно подключаем либо удаленное подразделение либо мобильные сотрудники либо соответственно делаете там битуби звонки все как положено с точки зрения лицензирования я на самом деле даже не думал изначально включать включать слайд про лицензирование там два-три слайда есть но мне буквально недавно пришел письмо от одного партнера которая начиналась словами я пытаюсь постичь вашу сложную систему лицензирования а я продолжаю пытаться постичь вашу сложную систему лицензирования поэтому я все-таки вернусь оставила там два слайда сложная система лицензирования раз было прошлом когда у нас были даю ноды там и прочее прочее на сегодняшний день у нас есть два типа лицензии фактически это и сель юзер-коннектед лайсом и сул за циск унифайд воркплей слайд и одна и вторая лицензия касается или базируется вокруг пользователя они вокруг устройства очень важный момент что в будущем мы планируем мы уже начали часть продуктов переводить но будущем мы планируем по максимуму в идеале все продукты перевести в режим или в модель лицензирования так называемую smart license то есть smart лицензия это лицензия тут очень важный момент которые хранятся в облаке циска то есть вы покупаете лицензии формат они хранятся в циске например вы купили лицензии на 100 пользователей затем вы говорите я хочу 100 пользователей на самом деле хочу 50 колл-менеджеров по два пользователя типа не вопрос вы ставите себе колл-менеджер говорите колл-менеджеру мой smart аккаунт такой-то колл-менеджер обращается в циску смотрит да лицензия есть отъедает две лицензии и соответственно работает все спокойно доступ к колл-менеджеров в цисковский облако во первых описан по определенным портам для того чтобы прошла безопасность и второе может работать через специализированные прокси который конкретно прокси выделить чип для smart лицензирования теперь с точки зрения того что какие бывают лицензии бывают ucl basic можно подключить один телефон на одного пользователя и то такой ограниченный ucl essential story ucl basic можно подключить на одного пользователя опять-таки один телефон но уже нормальный кстати тоже момент один везде для этих лицензий поддерживаются везде входит prime collaboration стандарт что такое prime collaboration это решение которое позволяет деплоить провизженить и мониторить по крайней мере в стандартной версии вашу телефонную часть и джаббер аэмэнд презент да что такое джаббер аэмэнд презент это джаббер который может обмениваться сообщениями показывает статус присутствия может все 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 кроме создавать конференцию и общаться по видео и аудио то есть только условно говоря 2 айка sorry дальше ucl enhanced любой телефон но 1 либо джаббер с голосом ucl enhanced plus два телефона любых либо один телефон и джаббер с голосом например на мобильном устройстве suval стандарт до десяти телефонов На самом деле, почему нужно до 10 телефонов? Может быть, почему нужно до 10 телефонов. Но, например, у меня стоит телефон, у меня стоит DX80 видеотерминал, у меня стоит джайбер на айфоне, у меня стоит джайбер на айпаде и на ноутбуке. То есть у меня, sorry, еще я в отпуск беру с собой телефон DX650, который я подключаю, на нем стоит VPN, он подключается, ну, чтобы можно было киевский номер увидеть в отпуску. То есть у меня 6 устройств зарегистрированы за одним модером. Кстати, очень удобно в отпуске сильно брать с собой телефон, который сразу в корпоративной сети подключен. И, соответственно, от Suwell Professional все то же самое, до 10 устройств, но еще добавляется лицензия на хост, на создание конференции в CVMS, Cisco WebEx Meeting Server, On-Premise WebEx, и лицензия на создание, на хоста, собственно говоря, в CMS, Cisco Meeting Server. Вот когда я говорил о цене стартового бандла Cisco Meeting Server, я как раз учитывал, что туда включается Suwell Meeting 35 штук, то есть 35 лицензий на Suwell Meeting и создание конференции. Соответственно, какие телефоны мы эти подключаем? Под Essential аналоговые телефоны, от Ашки, условно говоря, и телефон 3905 из тех, которые IP-шно выпускаются. 3905, на самом деле, по цене, если брать, что аналоговый телефон подключать, то есть цена порта, что 3905, по цене она приблизительно там мах на мах получается. UCL Basic позволяет подключать два телефона, два типа телефона 7811, 7821. В принципе, уже и первый, и второй, это достаточно, скажем так, достойные модели, и как массовый, для массового сегмента, и для сегмента, скажем так, среднего. И все остальные телефоны, все, что можно поставить на стол, подходит под лицензии Enhance, Enhance Plus, Tool Standard, Tool Meeting Edition. Почему я говорю все, что можно поставить на стол, потому что то, что можно поставить на стол, либо держать в руках, считается персональным устройством. Все то, что стоит на полу, либо висит на стене, или на телевизоре, считается групповым устройством, и для этого требуется лицензия Telepresence Room. То же самое, если вы хотите подключить, например, Polycom старый, несмотря на то, что он подключается к Express WC, и лицензию вы все равно берете Telepresence Room. То есть просто его переносите на другое устройство. На этом лицензии закончились. Теперь волшебное слово Тропа. На самом деле, сервис гиперпопулярный в мире, не совсем популярный был в Европе, но сейчас, ввиду того, что Тропа дата-центра появился в Европе, Европа набирает стремительной популярности, и в принципе, очень конкурентные по цене даже в Украине. Что такое Тропа? Тропа – это облачный сервис, облачный сервис голосовых услуг, IVR, конференции, обзвоны, я не знаю, голосование, голосование, все, что можно придумать с точки зрения голосовых услуг без участия оператора, и SMS, все это может делать Тропа. Причем, более того, это облако, то есть не нужно никакие сервера, не нужно покупать какие-то, как это правильно, гарантированные минуты, то есть вы платите за использованный трафик. Чтобы понимать, для Украины цена звонка, по крайней мере, входящего, исходящего, не знаю, цена звонка на Тропа через Сиптранк – полцента минута. То есть цена очень конкурентна по отношению со всеми аутсорсинговыми контакт-центрами. Я, кстати, по поводу аутсорсингового контакт-центра расскажу сейчас жизненную историю, которая на днях произошла, то есть после которой я бы, скажем так, вообще остерегся пользоваться хоть какими-то у нас в стране. Итак, то есть это облачный сервис, который предоставляет любые голосовые сервисы. Но не просто голосовые сервисы, и не просто сервис. Это сервис, который, как говорил один мой преподаватель в военном училище, рассчитан на среднего десантника. То есть не нужно знать никакие API, не нужно знать никакую телефонию, сигнализацию, там, бла-бла-бла. Вы на любом языке программирования, вот что вам в голову придет? Вебовском, да, питоне, с джаваскриптом, все что угодно. Я таких языкового программирования даже не слышал, какие я сейчас там покажу. Вы пишете буквально своими словами, типа спросить, позвонить, конференция. И этот сервис деплоится и отрабатывает. Тоже еще один важный момент. Скажем так, не нужно ничего покупать для того, чтобы начать работать, разрабатывать и тестировать. Вообще ничего, ни за одну копейку. Что можно сделать, как примеры, да, конференции, какие-то телеголосовалки, исходящий обзвон, селс-сервис, какой-то поиск информации. Вот самый простой вариант, который я придумал, пока сидел и к презентациям готовился, да. Вот на Евровидении в Украину приедут иностранцы, которым, в принципе, нужна какая-то справочная информация. Иностранцы, ну, я подозреваю, с украинским и русским языком у них будут некоторые проблемы. И я могу предположить, что наши доблестные, скажем так, служители, которые будут работать с иностранцами, их английский с 2012 года не сильно спрогрессировал, да. Поэтому очень достойный вариант это взять, поставить голосовые автоизводы, информаторы, которые будут понимать язык без ДТМФа, и которые будут давать на нормальном английском ответы, на английском, немецком, польском, кто там приедет, да, всем желающим, которые будут хоть, ну, требовать получить информацию. В чем прелесть, скажем так, сервиса Тропа? Не нужно покупать 100 портовой VR, не нужно покупать 10 портовой VR, или 1000. Не надо прогнозировать, какая у вас будет нагрузка. Вы говорите, что я, вот, я не знаю, там по предоплате, на самом деле, покупаю 1000 минут трафика обработанного. Это может быть, я не знаю, 100 портов одновременно, может быть, один порт, ты тысячу раз позвонили, как угодно. То есть, вы платите за тот трафик, за который вы обработали в тот момент времени, который, собственно говоря, обработался. Вот, например, на чем можно сказать? PHP, JavaScript, Ruby какой-то, Python, Groovy. То есть, на чем угодно, все, что касается там веб-скриптов, веб-разработок, я просто не в обиду этим языкам, я просто их не знаю. То есть, если я там про Python слышал, да, про PHP и JavaScript, я сишник вообще по жизни, да, то есть, я эти языки не сильно понимаю, то Ruby и Groovy я вообще нигде не слышал еще. Так вот, соответственно, как происходит работа, да, SIP trunk, вы отправляете на Тропа европейский дата-центр, перехода у нас до Европы через границу, отличные каналы, качество связи великолепное. Звонок, Тропа получает, поэтому триггер обращается к вашему скрипту и выполняет этот скрипт. Как варианты, то же самое, там, та же конференция, поиск информации, автосекретаря и прочее, и прочее. Самое главное, Тропа можно использовать, кстати, как сервис перегрузки. Вот у вас что-то, то есть, у вас, например, есть там 20 АВР-портов и 20 агентов, то есть 40 человек вы можете обработать. И тут у вас, я не знаю, маркетологи нахомутали, то есть не будем говорить, что авария, маркетологи нахомутали, и тут такой шквал звонков пошел, покупать у вас все хочет, да, что делать? Самое простое, перенаправить на Тропу. Ямску Тропу дешевле, чем наши аутсорсинговые контакт-центры по АВРу. И я сейчас расскажу о примере, которые, ну, намного умнее, чем они. Поэтому, исходящий обзвон, то же самое. Вам нужно сделать какой-то исходящий обзвон, вы постом отправляете команду, забираете скрипт, делает исходящий звонок. Ничего военного нету, все элементарно. Если вам нужно браткастом запулить, не знаю, повестить тысячу человек о том, что у вас акция, я не знаю, там, продаете, галоши недорого, да, если вы будете подключать аутсорсинговые контакт-центры, это договора, это то, это сё, это потом еще его попробую проконтролировать, что он там сделал, да. В случае с тропа, купили в принципе, решили как, ну, минуту будет обзвон идти, да, тысячу человек, купили тысячу минут обзвон, скрипт написали, бах, все, пошло, обзвонило. Соответственно, это же можно там для двухфактора нотификации, для чего угодно использовать. Так вот, что такое сценарий на тропа, да. Call набирает номер, Say, синтез речи, распознавание речи, русской, украинской, правда, нету, да, тоже там есть. Проговорила, call, сказать, все, что угодно, элементарнейший сервис, элементарный пишется скрипт, элементарного натрабатывается. входящего вызова, ансвер, сказал, положил трубочку, проигрывание файла, путь к mp3 файла. Если вы, например, сделали какую-то склейку, чтобы сказала, уважаемый Иван Иванович, вы нам очень дороги, да, Say, несколько файлов подряд проиграет вам общей склейкой. Меню, result, равно спросить, какой цвет хочешь, предложить варианты цветов. Распознает, присваивает result, и дальше пошел choice, да, соответственно, сказать то, сделать то. То есть, все делается на элементарном скрипте, без каких-то знаний, высококлассных там программистов, без сложных систем, без построения там монстроидальных архитектур. Все делается чрезвычайно просто. Что для этого надо, для того, чтобы начать работу с тропа? Бесплатно регистрируемся на тропа.com, создаем новые приложения. То есть, для того, чтобы принимать уже в бою, обрабатывать звонки, да, нужно будет заплатить, но начать разрабатывать абсолютно безвозмездно. Регистрация тропа, создание нового приложения, назвали приложение, создали скрипт, пишем скрипт. Да. Я, к сожалению, там звонят, аварийные жужжат. А оплата напрямую циской идет, да, тропа? Есть два варианта, то есть, есть вариант, что вы можете, это он не приветствуется в Украине, да, то есть, когда делается директ оплата, да, и можно по стандартному нашему каналу через партнера-дистрибьютора. Ну, ой, вы знаете, я никогда не задавался этим вопросом. Вы знаете, на самом деле, думаю, что оно будет плюс-минус 3 копейки, но обычно в Украине просто платеж юрлица за границу, он, ну, достаточно нетривиален. Ну, и физлица я вам скажу тоже. Я когда-то пытался заплатить за границу, то есть, это такой непростой способ. Ну, с карточки можно, но если не с карточки, если вы достаточно большую сумму будете платить, там тоже будет весело. У нас государством не поощряются такие вещи. Соответственно, дальше есть достаточно подробная документация, которая начинается с Quick Start. Я просто сам пробовал, на самом деле, не зная языков этих техпрограммирования, да, я попытался сам сделать простейшее менюшко, простейшее какое-то приложение. Все достаточно легко и просто. И то, что я сказал уже, ценник достаточно конкурентен в нашей среде. Несколько слов о Джаббере. То есть, Джаббер – решение для клиентское приложение для унифицированных коммуникаций, которое поддерживает presence, messaging, все там, видеоконференции, бла-бла-бла. Все, что можно придумать с точки зрения унифицированных коммуникаций, все на себе обеспечивает Джаббер. В том числе, есть у меня такая головная боль. Дело в том, что, к сожалению, наши партнеры в 95% случаев, когда ставят нашу цисковскую телефонию, они даже не говорят заказчику о том, что можно синтегрировать Джаббер, даже бесплатный, который Джаббер Instant Messaging с Outlook и с тем же веб-браузером для клик-то-кола, клик-то-чата. То есть, так вот, и заказчик говорит, ну, Microsoft лучше, потому что у вас нет интеграции с Outlook. Так вот, у нас интеграция с Outlook, чат и прочее, прочее, она есть by default и даже безвозмездная. Это просто как оговорка на всякий случай. То, что появилось в 11 версии, 11.8 Джаббер, то есть, быстрый набор телефона, всплывающая карточка клиента, изменение статуса присутствия непосредственно с командной строки, а с педели задач Windows. Групповые чат-комнаты. Кстати, единственный момент, персистент чат сейчас недоступен для мобильных устройств. Для мобильных устройств предположительно будет доступен осенью. То есть, для настольных систем, для винды, для Macro он доступен сейчас, персистент чат для мобильных устройств доступен будет осенью. Статус присутствия формируется, на самом деле, от запущенного приложения Джаббера, разговора по телефону, статуса в календаре, читает он или не читает презентацию, геолокации, где он сейчас находится и прочее, прочее. То есть, отможество факторов формируется, собственно, на статус присутствия. Ну, интегрирован с приложениями, интеграция абсолютно безвозмездно, простая и прозрачная. Теперь есть еще один маленький момент. Дело в том, что мы, конечно, предсказывали движение в сторону виртуализации раньше и более много, более массовое. В сторону VDI все-таки движутся многие наши заказчики, но движутся медленнее, чем когда-то мы предсказывали. Но, тем не менее, очень сейчас популярным становится использование на клиентских рабочих местах, на пользовательских рабочих местах использования виртуальной инфраструктуры. Так вот, у нас есть специальные решения под виртуализацию джаббера на Citrix либо на VMware. Дело в том, что при виртуализации любого софтфона эту картинку вы, наверное, напомните, это картинки уже сто лет. При виртуализации любого софтфона, если у нас софтфон будет запущен на виртуальной машине, которая находится в дата-центре, то весь голос будет идти в RDP протоколе. Если голос будет идти в RDP протоколе, RDP протокол внутри немаршрутизируемый, его нельзя откосить, его нельзя сделать при виртуализации трафика, то есть качество голоса будет априори ниже, чем если мы пустим голос отдельно. Поэтому, соответственно, на тонкие клиенты устанавливается наш плагин в AXME, который сигнализация будет идти в рамках RDP протокола, а медиа будет идти непосредственно между плагинами, непосредственно между тонкими клиентами. С точки зрения поддерживаемых операционных систем поддерживается 7, 8, 10, Windows 7, 8, embedded, SYN, дальше я уже не знаю, что это за операционная система, SYNPC, SUSE Linux, ELUX, HP, SYNPRO, Ubuntu, то есть фактически все самые популярные операционные системы для тонких клиентов, которые сейчас используются. Ну и соответственно гипервизоры виртуализации, XenDeskStop, XenRap, HorizonView для VMware. Теперь то, что касается Jabber на iPhone. Jabber на iPhone фактически дает все те же возможности, что и Jabber на настольном компьютере, то есть корпоративный каталог, поиск контактов, звонок, аудио-видео, передача файлов, но сразу оговорюсь, в случае с iPhone передача файлов это все то, что находится у вас в галерее. То есть это фотографии, это там видео, то есть это то, что можно сохранить в галерее. Ну такова такие условия Apple. Ну и соответственно есть возможность подключения без VPN. Тут есть один важный момент, что когда подключается, почему без VPN подключения используется. И о том, что когда вы загоняете весь телефон VPN, то у вас телефон будет тавтология, но в VPN весь. То есть если вы захотите например зайти на какой-то сайт, который не разрешен политиками компании, вы не сможете этого сделать, у вас весь телефон будет VPN. Второй момент, что если вы работаете без VPN, то есть на самом деле все данные шифруются, сигнализация, RTP, все шифруется. Но вы работаете по протоколу SIP. Если у вас в той сети, в которой вы находитесь, SIP закрыт, порты 5060, 5061, соответственно без VPN вы не сможете работать. Просто есть одна страна в СНГ, в которых SIP закрыт. В Азербайджане сейчас открыли, но Viber закрыли. А в этом самом, в Узбекистане SIP открывается как-то на пару часов в день, и то случайным образом. В Туркменистане он закрыт наглухо. Ну, то есть соответственно там только VPN. Но правда я тоже надо сказать, что есть некоторые стран, у которых 20 мегабит выходят со стороны в мир, и поэтому там хоть с VPN, хоть без VPN, там тяжело. Соответственно то, что нового поддержалось в 11.8, это интеграция с CallKit, SiriKit и Fastlane, сейчас я дальше более подробно расскажу. Поддержалась наша, как это правильно сказать, протокол, не протокол, наш механизм, Мари, да, то есть который в зависимости от качества сети меняет кодеки, меняет битрейт, всячески пытается сохранить качество голоса при ухудшении качества сети, убирает видео из разговора, но не разрывая соединения. Для этого требуется CallManager версии 10 и выше. Поддержка Fastlane, Fastlane это не тренинговый центр, то есть это не путать, Fastlane это приоритизация условно говоря трафика одного над другим, например, трафика голоса и видео над трафиком приложения. Fastlane включается, используется на телефоне и Fastlane должен же использоваться настройка на точках доступа, то есть на контроллере он тоже настраивается. Поддержка CallKit, то есть CallKit сервис, а возможность Apple, когда у вас получается, что можно из адресной книги сразу звонить на Jabber, из обычной адресной книги телефона, пропущенные звонки в общем, в общих пропущенных звонках телефона, ну то есть все то, что делает пользование Jabber на телефоне максимально близко к использованию собственно говоря самого Apple телефона. Возможность ответа с заблокированного телефона, с заблокированного экрана и прочее. Тоже есть интересная настройка, которая многие просили, настройка действия по умолчанию. Причем я вам скажу, что как пользователь у нас какой-то момент времени поменяли, поменяли просто когда в Jabber руку пальцем нажимаешь на контакт, раньше у нас был чат, а сейчас начинает звонить. И вот когда ты привык уже княпаешь на контакт, начинаешь чатиться, а ты сейчас начинаешь звонить, он дисбаланс вводит. Так вот, можно настроить действия по умолчанию, либо звонок, либо соответственно чат. Также начали использовать возможность Single Sign-On, то есть единого логина корпоративного. Для этого в рамках Jabber запускается веб-окошко, открывается Safari, в которое вводит свой корпоративный логин-пароль. Теперь из нехорошего. Дело в том, что компания Apple собирается в ближайшем своем релизе, следующий iOS, удалить два механизма. Механизма, благодаря которому сейчас происходит пуш-нотификация. Что такое пуш-нотификация? Когда у вас приложение выключено, например, не то, что заснуло, а выключилось, соответственно, и вы направляете сообщение, у вас даже с выключенным приложением на заблокированном экране это сообщение появляется. Ну, или, соответственно, звонок. появляется. Так вот, в ближайшее время в следующем релизе вот этот функционал, через который сейчас работает пуш, соответственно, Apple удалит, потому что он еще в версии iOS 109.0 считался устаревшим. Как это повлияет на джаббер? То есть, джаббер сможет принимать звонки и сообщения только в той ситуации, когда он будет запущен, когда он будет запущен и активный. Но, не все так печально, мы все равно будем пытаться, ну, не пытаться, мы будем делать, да, просто на это уйдет определенное время, отработать через Apple Push Notification Service, через новый интерфейс PushKit. Сначала мы сделаем Push Notification для сообщений, потом мы сделаем Push Notification для непосредственно голосовых вызовов. Удаляются интерфейсы KeepAleaf, то есть, живой-неживой, который сейчас работает, и VoipSocket, который держит постоянный Socket Connect для того, чтобы по нему передавать сообщения. Почему удаляются из Apple? Сильно жрут батарейку. Ну, то есть, это основной аргумент, который. Что нужно сделать для того, чтобы максимально себя обезопасить? Обновиться максимально быстро до максимально новых версий. То есть, ничего загадочного. Да, Саня, правильно это улыбаешься. То есть, классика жанра. То есть, обновляемся, и будет вам счастье. Сейчас, для того, чтобы Push работала, да, сейчас Push работает, можно его настроить. Единственное, что нужно делать, открывать порты в сторону Apple, для того, чтобы отправлять Push уведомления на Apple, чтобы получались на телефонах. Поэтому, крайне рекомендуем обновить Call Manager и все, что с ним связано до осени этого года. Или как? Обновляться своевременно. Дело в том, что, кстати, тоже многие из заказчиков, ну, некоторые здесь присутствуют, да, многие из заказчиков либо не знают, либо неаккуратно пользуются. есть у нас такой сервис SWSF, да, то есть SWSF, то есть это сервис на поддержку и подписка на обновление. Так вот, вот эта подписка на обновление дает возможность абсолютно безвозмездно получить обновление на актуальную версию того же Call Manager, например. И тут есть один маленький момент, что я понимаю, что не всегда вы в данный момент времени хотите проводить обновление. Ну, бывает такое, да, не хочется заморачиваться, тяжело, больно, устали там и прочее. И я часто встречаюсь с таким, что у заказчика действующий контракт, все нормально был, и он не заказал себе обновление. Например, с версии 9, на версию 10. надо просто заказать, его не надо ставить, не надо подписываться кровью, не надо там отдавать почки в залог, да, просто надо заказать безвозмездно. Как только вы получили версию 10, у вас срок жизни поддержки вашей, возможной, потенциальной, увеличивается. Почему? Потому что версия 9, например, уже end of support, да, то есть ее нельзя купить дополнительный саппорт. Но если бы вы взяли абсолютно безвозмездно, заказали 10, вы бы обновились тогда, когда вы хотите. Не хотите зимой, хотите летом, да, никто бы за вас за деньги не брал, но вы бы уже взяли саппорт на 10, не было бы каких-то проблем, не было бы приключений. Поэтому я как заказчик, а так и партнера прошу следить за тем, что если у вас даже подходит сервисный контракт к концу, не хотите обновляться, не надо, но просто закажите себе обновление. Оно ни к чему вас не обязывает. Никто к вам не придет и не поставит там, не прижмет к стенке. Просто закажите обновление, получите. Будет меньше проблем у вас, будет меньше проблем у партнера, будет меньше проблем у меня. Теперь то, что касается безопасности UC. Сразу говорю, не предполагал, то есть я небольшой специалист в безопасности, не предполагал вообще эти слайды показывать до вчерашнего дня. Дело в том, что вчера один из, скажем так, сервисных организаций, на которые я заправляюсь, я имею дисконтную карточку, и так получилось, что мы не смогли найти общий язык по этой дисконтной карточке. То есть у меня возникли вопросы, причем уже целый месяц они возникают. Я никак не могу решить. В итоге они, эта организация аутсорсит контакт-центр для сервисного саппорта. Ну, то есть я обращаюсь в контакт-центр. Контакт-центр мужественно мне отвечает, что вы такой важный клиент. Я, как я всегда говорю, я всегда звоню только на линию 0800. Только на 0800. Почему? Потому что я считаю, что если у меня проблемы, то виновата другая сторона в том, что они есть. А раз они виноваты, то они должны платить за мой звонок, за то, что я к ним обращаюсь. Это их будет немножко дисциплинировать. Так вот, я звоню на 0800, общаюсь с контакт-центром. Контакт-центр мне мужественно рассказывает, что я очень любимый клиент, что все хорошо. Я даже, честно, ну, проблема не решается. Я даже, честно, предупредил контакт-центр. Уважаемая девушка, оставьте, пожалуйста, заметку о том, что я буду делать а-ля дидоса, а-ля доса таку на ваш 800 номер для того, чтобы вас выставить на деньги. Звонить на 800 номер. Она сказала, что да, она это отметила. Я через два дня звоню опять, уже новая, естественно, девушка. Говорю, а прочитайте комментарии, которые оставил я. Говорит, у меня тут написано, что у вас проблема. И все. То есть, на самом деле, никто ничего не отмечает. Что я делаю? То есть, тоже, чтобы вы понимали, это какой сервис предоставляет наши аутсорсинговые контакт-центры своим клиентам. Вам в том числе. Я везу ребенка из дома в школу. Естественно, машина, мне ехать там час, играет музыка, все нормально. Я беру, звоню на этот 800 номер с мобильного телефона. Для меня звонок бесплатный. И я даже не хулиганю. Я ничего не нажимаю. Вообще ничего. Стоит таймер. Там мне говорят, если вы хотите сделать то, нажмите один. Если это, нажмите два. Бла-бла-бла. Но в конце, by default, на операторами я не переключаю. И опять запускает по циклу. Цикл длится пять минут ровно. Вот вы представляете, да, то есть, какое кидало вас со стороны аутсорсингового контакт-центра в сторону заказчика. Почему? Потому что за звонок на 800-ю линию выставляется счет. И его оплачивает сначала аутсорсинговый контакт-центр, потом оплачивает заказчик. Что я делаю? Я еду, у меня лежит телефон, когда пять минут проходит, звонок обрывается, я опять нажимаю позвонить. За час я выговорил, получается, ну сколько, копеек по 60, минута, для них будет, для заказчика не меньше гривны минута, 60 минут, 60 гривен. Ну, то есть, просто за ничто заказчик влетел. То есть, сначала влетел оператор контакт-центр, не оператор, а аутсорсинговый контакт-центр, потом, соответственно, влетел деньги заказчик. Контакт-центр даже не подумал проанализировать, почему я звоню 10 раз, ничего не нажимаю, и хотя бы меня в блэк-лист не поставил. То есть, вообще ничего не сделал. То есть, это если то, что говорить о сегодняшнем уровне безопасности, уровне, скажем так, ответственности в наших контакт-центрах, это топ-левел телефонных сетей, это самое high-end. Потом, я решил все-таки уже добить это дело до конца, я нажал кнопку связаться с оператором, меня связало с оператором, но что я поинтересовался, причем очень вежливо, без эмоций, без ничего, говорю, девушка, наш разговор сейчас записывается? Она с радостью в голосе сказала, конечно. Говорю, а вы знаете, что не было предупреждения о записи разговора в линию? Она такая, да. Говорю, уголовный кодекс Украины, снятие информации третьей стороной без уведомления двух и согласия двух участников является уголовным преступлением. девушка сказала, ой, и положила трубку. То есть, вы просто, а теперь представьте, чтобы тоже понимать, львовскую компанию, которая немножко занималась там и сливом трассы, как разная история есть, но официально, официально, ее взяли за то, что она даже не подслушала. Она разрабатывала системы записи без уведомления. И взяли ее по очень интересной статье к пособничеству терроризму. Ну, реально. То есть, съем, негласный съем информации в Украине сейчас идет как к пособничеству терроризму. Так вот, а теперь представьте ситуацию. Заправка имеет договорные отношения с контакт-центром, которые в рамках выполнения этого договора подпадают под статью уголовную. То есть, а, влетает заправка, если я, условно говоря, все-таки наберусь там наглости, да, и начну это дело раскручивать. Попадает, естественно, оператор контакт-центра, не живой человек, а устройственный контакт-центр, и, естественно, попадает заправка, потому что у них договорные отношения. То есть, к чему это все я говорю? К тому, что сейчас в наше время к безопасности в телефонии, к безопасности, которая, прежде всего, это оффраут, это несанкционированные звонки, это несанкционированные переадресации, нужно относиться крайне-крайне серьезно. Буквально недавно была информация в России, наверное, вчера или позавчера информация, в России взяла службу безопасности какого-то преподавателя из университета за то, что у него в домашней сети был выход спора в интернет. То есть, соответственно, где-то кто-то разместил объявление о том, что власть плохая, йо-йо-йо, которое инкриминировало сразу подстрекательство к беспорядкам. Это объявление было размещено с его IP-адреса, хотя было доказано, что человек находился вне дома и без компьютера. То есть, но все равно его IP-адрес. В случае с телефонией, слив звонков, слив трафика, множество есть вещей, на которые нужно очень сильно обращать внимание. Перехват трафика. На самом деле, в зале присутствует тоже человек, с которым мы когда-то в давние времена ловили ситуацию, когда охранник в банке звонил на короткий номер Айвиара и поскольку ему было ночью скучно, добирал номер 8900 и разговаривал со всеми девушками, до которых мог дозвониться. Соответственно, банк потом на утро получал счета. Ну, в конце месяца, естественно. То есть, такая ситуация. Очень дорого, кстати, получилось. Вторая ситуация, которая тоже здесь же есть. Клиенты, у которых когда партнер устанавливал пограничный маршрутизатор и пограничный маршрутизатор был включен всего лишь слава богу Биераем двумя каналами Укртелеком, а Эзернетом был включен в интернет. И партнер всего лишь навсего не выключил СИП-агента. В течение суток подобрали пароль и в течение суток все Никарагуа, Гватемалы, все, что могло, сливали через Укртелеком, через этот шлюз трафик. Естественно, слава богу, что там было два канала, поэтому там обошлось по-моему то ли 10, то ли 14 тысяч долларов в ближайший счет. Ну, соответственно, сразу поняли, что отделение банков в Сюрюпинске не могло наговорить на 14 тысяч долларов и сразу там приклеили эту лавку. к чему это все, да, что сейчас все заботятся о том, что безопасность такая, там, хакеры, фаерболы, там, бла-бла-бла. Ребята, телефония ломается не менее жестоко. То есть, не говоря уже о том, что можно ее прослушать, можно перехватить голосовой трафик, да, можно просто телефонии кинуть на деньги очень легко. К этому надо относиться серьезно. на чем, то есть, на чем защищается, где уровни защиты, там, тех же инвестиционных коммуникаций, уровня платформы, протоколов и функций защиты. Безопасность телефона, да, то есть, заливка сертификатов, подписанные имиджи, включение, выключение, запрет громкой связи, то же самое. Тоже, чтобы понимать, я был свидетелем, когда достаточно конфиденциальный разговор, из-за того, что он был по громкой связи, человек сидел здесь с диктофоном записывал. То есть, такие вещи тоже происходят. Поэтому, в определенных ситуациях громкая связь на телефоне всегда принудительно выключается, чтобы нельзя было этого сделать. На уровне протоколов, то же самое, подписанные конфиг-файлы, все конфиг-файлы зашифрованные, можно запустить, закриптовать сигнализацию, закриптовать голос. На сегодняшний день крипта поддерживается АЕС-128, в конце весны будет, внутри АЕС-256, наружу АЕС-128, в конце весны наружу тоже будет АЕС-256 поддерживается, ну и встроенный 802.1x аппликант для авторизации. Соответственно, также можно выключить и нужно выключать доступ к ВИЛАНу с компьютера, а не зеркалировать весь трафик на компьютер. то есть выключать доступ к СССР, веб-интерфейсу и прочее, то есть перекрывать все взломы, все пути, которые можно. И кроме вас, кроме админов, их никто не перекроет, они не все закрыты по умолчанию. Соответственно, сама платформа коммуникацион-менеджера, то есть все протоколы по администрированию, все идет в безопасности. Secure Linux как платформа, соответствует FIPS моду, то есть это сертификация по безопасности, нельзя установить никакого сетпати софта на колл-менеджер, подписанные все апгрейды и очень важная вещь активная и неактивная партиция, то есть в случае, если вам все-таки там, я не знаю, ударом взломали активную партицию колл-менеджера, можно откатиться, переключиться в неактивную партицию, их переключить, соответственно, продолжить на предыдущий версии, например, софта работать. Сам кластер колл-менеджер может быть включен либо в Non-Secure Mode, либо в Mixed Mode, причем тоже надо понимать, что даже Non-Secure Mode можно настроить с многими вещами по безопасности, кроме криптования сигнального голосового трафика. Для того, чтобы криптовать сигнальный голосовой трафик, нужно переходить обязательно в Mixed Mode. Соответственно, сама защита унифицированных коммуникаций, дальше пропущу я, просто покажу пол-толфрауду, что нужно делать. Но, тут тоже важно соблюдать определенный баланс. Мы можем сделать абсолютно безопасную вещь, абсолютно безопасный черный ящик, который будет стоить 100-500 миллионов, который никто не будет брать, потому что он сильно дорогой. Поэтому есть определенный баланс, мы сделали определенную градуировку, низкая степень защищенности, средняя, высокая степень защищенности и, соответственно, те вещи, те протоколы, которые нужно включать не только на самом колл-менеджере, а на сети, на фаерволах, то есть на окружении, на экосистеме, собственно. Теперь, то, что нужно, даже если вы полностью забудете обо всем шифровании, то, что любой админ, то, что любой партнер при инсталляции коммуникацион менеджера должен сделать в первую очередь. Это защита от оффрауда. То есть, первое, запретить вообще доступ в сеть неавторизированным пользователям, убрать любые авторегистрации, которые есть, разделить колл-инсой спейсами и партишнами доступы, права доступа. Я до сих пор вижу многие инсталляции, в которые заходишь на телефон, например, настройки ноу-партишн, то есть, вся сеть плоская. Без всяких прав, звони куда хочешь, разлейся в море, я гуляю, называется. Дальше, девайс-пул, который для авторегистрации, либо гостевой, должен быть с минимальным колл-инсой спейсом, чтобы он мог позвонить только секретарю или еще куда-то, то есть, в очень маленькое время. Использовать тайм-оф-дэй маршрутизацию, тоже настраивается элементарно, для того, чтобы, ну, не может сотрудник звонить на, где, не знаю, там, Гватемалу, да, там, после шести вечера. То есть, потому что это уже не рабочее время, я сейчас условно говорю, естественно, да, то есть, это не рабочее время, его звонок можно квалифицировать, как уже, ну, несринкционированный вызов. Если у вас используются какие-то дорогие направления, факт-кодами закрывайте, да, факт-код привязан непосредственно к кастомеру, если будет вопрос, кто наговорил на 0,900 по 50 тысяч гривен, сразу будет понятно, что Иванов, Петров или Сидоров. Обязательно поставить вещь drop-at-hawk конференции, то есть, если организатор вышел из конференции, конференция должна разорваться. Эта вещь далеко не всегда включает. И бывает ситуация, когда организовал конференцию, организатор вышел, там еще люди час трендят в чем-то. И на деньги все попадает. Классический вариант блокирования off-net to off-net трансфера. То есть, если вам снаружи позвонили, не разрешайте опять уходить ему наружу, потому что потом будете счета за 0,900 доплачиваться из своего кармана. Соответственно, следующее, это должен быть хоть какой-то, хоть какая-то система аналитики Сидиаров. Почему? Потому что всегда можно вычленить какие-то аномалии в поведении того или иного человека или того или иного времени суток, например. Использование multi-level admin нечего давать полный доступ всем на все. То есть, если человеку разрешено только, например, номера телефонов менять, у него должен быть только такой доступ. Поэтому multi-level admin используется очень хорошая вещь. И классический вариант, который появился в BIOS только 15.1.2 это использование разрешенных соурсов для IP-транков. То есть, если у вас, например, стоит куб, и у вас IP-транк от вашей организации в Укртелеком, а к вам кто-то из Китая транком бьется, надо его отбивать. То есть, его нужно отбивать как можно быстрее, а не допускать его до колл-менеджера. Это тоже классический вариант. То есть, странка пробрасывает сквозь клуб из Китая, на колл-менеджер звонок принимает, делает off-net-off-net трансфер и уходит куда-то в Гватемалу. То есть, тоже вещь, которую нужно обязательно выключать. Обновление CCX, Contact Center Express. На самом деле, почему я взял только его? Потому что достаточно популярное решение тем, что оно коробочное, простое, доступное. И на сегодняшний день версии 11.5 мы можем сказать, что оно закрывает полный спектр каналов взаимодействия. То есть, веб-чат, email, голос, исходящий обзвон, входящий обзвон, видео, все, 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 что вы можете взять от Contact Center, может использоваться, может быть реализовано в Express, кроме одной вещи. В Express нельзя сделать коллекторский Contact Center. То есть, если мы говорим о коллекторском Contact Center, что такое коллекторский Contact Center? Это массовый обзвон, это обзвон с большой частотой вызова. Почему? Потому что люди, жертвы коллекторов, естественно, прячутся, им тоже не очень хочется, чтобы их нашли, поэтому они не берут трубку, меняют номера, занято, отбивают звонки, поэтому коллекторский Contact Center это специфика. Вот мне в Казахстане рассказали, что есть такая, оказывается, софтина, ставится там на мобильный телефон, она называется что-то там коллектор нет или что-то такое. Суть такая, что как только тебе приходит звонок с номера коллекторского Contact Center, соответственно, этот звонок дропает. Если вдруг коллектор подменил номер и тебе приходит номер с другого номера, и ты его идентифицируешь как коллекторский Contact Center, ты просто нажимаешь, что это добавит номер в коллекторах и во всей общемировой базе это все добавляется. То есть, поэтому сейчас есть такая борьба меча и орала, да, то есть, есть коллектора, которые пытаются поймать должников, есть должники, которые пытаются уйти от коллекторов. Причем, кто прав, кто виноват, вопрос философический, конечно. Знаете, если, например, я должен Пете 100 рублей, ну, не отдать ему, это нормально. А если Петя должен мне 100 рублей, то когда он мне не отдает, как-то неправильно получается. Поэтому любой коллекторский бизнес, это такой двояковый пукой меч, хотя, как говорил начальник безопасности одного из банков украинских, платят, по кредитам, по кредитам платят только трусы. Поэтому тоже такая вещь. Итак, развитие контакт-центра экспресс, там от версии к версии, есть, кстати, ссылка хорошо показалась, есть ссылка, где это все выведено в табличку, функциональность, не буду там останавливаться на ней. основное изменение, это то, что сейчас основное главное клиентское место, или знаете, клиентское место единое, и это Cisco Finance, то есть это Web 2.0 приложение, которое работает в Mozilla, в Chrome, которое состоит из гаджетов. Что такое гаджет? Это фрагмент веб-странички, который перерисовывается отдельно от всего окна. Гаджеты бывают трех типов, то есть неизменяемые Cisco, это те, которые принять звонок, сделать звонок, логин, логаут, то есть это такие, которые must должны быть на этом самом, на десктопе. Изменяемые Cisco, например, отчетность из системы отчетности, вставить гаджет сюда, и кастомные, например, окошко CRM-системы, либо окошко agent-скриптинга, либо еще что-нибудь такое, кастомизированное. То есть все это дело можно достаточно легко кастомизировать и поставить на десктоп. Единственный момент, когда вы делаете изменения в десктопе, агент должен разлогиниться, агент должен почистить кэш-браузер и потом опять залогиниться. то есть кэш-браузер очистить обязательно. Ой, хорошо, хорошо получилось. Это я поменял эту 3 на 4 на или так как 9 на 6 на 16 на 9 называется. Также можно сделать, обеспечить workflow. Что такое workflow? Это реакция агентского места на события по условию без программирования. Например, когда приходит звонок, телефон звенит и соблюдается условие, например, номер начинается на 0,50 и баланс на кредитной карте клиента не ниже 1000 гривен, то тогда поднимаем окно, в которое мы вводим, например, поздравляем, вы выиграли лотерею 100 рублей. То есть, какие-то действия запрограммировать. Все это можно делать абсолютно без какого-либо программирования. Также есть обработка электронной почты, то есть в очереди все ставится, обработка в том же окне единая очередь, все. Единственный момент, как почтовый сервер используется только Microsoft Exchange. В следующих версиях предполагается использовать еще и Google, то есть Gmail. Точно так же есть обработка веб-чата, веб-чат, multi-session веб-чат, который со страницы, например, со страницы на корпоративном портале. сюда же можно при помощи сторонних решений в эту же веб-чат-обработку можно подключить обработку, например, Viber, ВКонтакте, Facebook, Telegram, Skype. То есть все это можно подключить, например, сюда же в это окно для того, чтобы все мультимедийные каналы обрабатывались в единой очереди под единой статистикой. В случае, если вдруг у агента выходит из строя компьютер, но он так предан компании, что все равно хочет продолжить работать, есть Fines для телефона. То есть компьютера нету, но можно залогиниться на телефоне, продолжить принимать звонки и в итоге получить за это медаль. Также реализован Single Fine On, тоже интересная вещь, которой не было до версии 11.5, всплывающее окно уведомления. Когда вы веб-браузер, в котором работает агент Fines, просто свернули и вам там пришло, например, сообщение или еще что-то, вы никак об этом не получали уведомления, оно было там в панели задач веб-браузере. В версии 11.5 вы об этом уже получаете уведомления, соответственно, открываете веб-браузер и продолжаете работать. Новая система отчетности достаточно сильно изменилась. Веб-система отчетности, на которой можно делать дашборды, какие угодно, графические, тексты, все что угодно. Можно, даже, я не видел, чтобы это кто-то использовал в бою, но можно сделать следующее. То есть у нас есть графические элементы, ну, n-ное количество, но не безграничное, там, градусники, спидометры, еще что-то. Но, если вдруг вам, как заказчику, хочется, чтобы отчет был построен в виде, там, не знаю, бегающих лошадок, летающих корабликов каких-то, то есть механизм, когда вы средств данных отправляете по HTTP в сторону рендеринг-системы, рендеринг-система вам рисует бегающих лошадок, обратно отправляет, и вы их вставляете на страничку. То есть можно что-то делать столь угодно загадочное. улучшивать кастомизацию именно системы отчетов, то есть можно сделать свой список отчетов, можно сделать избранный, можно сделать по ним поиск, сделать более комфортной работой с пороговыми значениями, то есть если, например, человек находится в ожидании больше чем, или на холде больше чем, то красный, красный, желтый, там все подсвечивается пороговое значение. Сделан достаточно простой мастер-отчетов, и есть один важный момент. Дело в том, что как бы там ни говорили о том, что там надо 800 тысяч разных отчетов, в каждой компании они должны быть свои, 90% отчетов можно решить следующим образом. Берется отчет, например, Agent All Fields, то есть это отчет все поля по агенту, которые существуют в контакт-центре, других не бивают. Потом берется в этом отчете, говорится, так, сгруппируй мне вот эти вот так поля, здесь группировку такую, вот это поле вообще убери, вот эти перестав местами, получился кастомный отчет. Соответственно, в версии, до 11 версии это было достаточно тяжело сделать, в версии 95 это сделать уже достаточно легко, и можно все это дело делать просто. Что ожидается в Файнессе? Слепой трансфер, из e-mail важного это интеграция с gmail, в армап-коды, и проактивный чат, вещь, которая, ну, я ее ненавижу как пользователь, да, в том плане, что такое проактивный чат? Вы сидите на сайте, никого не трогаете, тут вам такое окошко в голову, типа, давайте я вам помогу. Ну, то есть я очень нервничаю, когда такое всплывает, но у нас его никогда не было в экспрессе, то есть мы жалели пользователей, но вот, видимо, перестали. И, соответственно, есть еще тайпинг-индикатор, который, ну, будет показывать, что человек печатает. Я вам скажу, что некоторые клиенты говорят, а можно, чтобы мы не просто видели факт, что человек печатает, а можно, чтобы мы видели, что он печатает. Но причем я знаю даже одну реализацию не цисковскую, которая так и сделана. Но я считаю, что это все равно, чтобы подглядывать в раздевалку через щелочку, поэтому, ну, лично я не приветствую такую вещь. Дальше. Ну, и как заключение, то есть немножко оправим коллаборейшн. Во-первых, потому что он есть бесплатный, который входит. Во-вторых, потому что для бизнес-эдишина он появился в специальной бизнес-редакции. Бизнес-редакция это средний между стандарт-бесплатным и адванс-платным. То есть он такой чуть-чуть платный и чуть-чуть средний. Но основное, что туда входит, провиженим их. То есть это система управления, которая позволяет достаточно просто добавить телефон к пользователю, базируясь на двух характеристиках. Первый – это локейшн пользователя, например, Николаев. И второй – это его роль, например, секретарь. Все параметры телефона, доступы, номер, все пропишется автоматически. И, соответственно, тоже может очень легко делегировать по правам, что админ Иванов имеет право делать то, админ Петров имеет право делать то и протоколирует доступы. Кто когда заходил и кто что менял. Ашуренс – система диагностирования, то есть система, которая мониторит состояние сети с точки зрения телефонии. Где какие джитеры, где какие там процессора на маршрутизаторах загружены, где потеря пакетов, где что. То есть система, которая говорит, почему у вас что-то происходит нехорошо. И система аналитикс, которая анализирует, естественно, по названию, анализирует данные за прошедший период времени и делает прогнозирование. Типа, что уважаемый администратор, если у тебя все будет так же плохо и дальше, то послезавтра вы все умрете. То есть делать какое-то прогнозирование, которое в принципе оно важно, когда вы пытаетесь у бигбоссов запросить деньги на модернизацию чего бы то ни было. Вы ему приходите, достаточно, то есть показываете, показываете, что бигбосс, мне надо 100 рублей, потому что. Он, естественно, говорит, типа, до свидания. И когда это случается, вы такой, ну я же говорил. И все, все следующие ваши запросы будут обрабатываться значительно веселее. Соответственно, есть две с половиной редакции, стандарт бесплатно, там есть провижение на шуринс, и адванс платно, есть еще бизнес-эдишн, она так стоит посрединке. В бизнес-эдишн нету контакт-центра шуринс. В контакт-центре шуринс просто есть вещи, которые специфично непосредственно для контакт-центра, то есть он мониторит работу всех компонентов контакт-центра и выстраивает логические связи. Например, что если перестал работать такой-то сервис, то анализирует, есть ли connectivity здесь, и здесь, и работает для того, и подает определенные рекомендации, что нужно сделать. Prime collaboration provisioning, самое главное, что он убирает насущную необходимость в низкоуровневом инженере. То есть есть администратор, который через админскую панель будет достаточно просто добавлять provisioning телефона. То есть это актуально, очень актуально для достаточно больших сетей. Плюс, насколько проект provisioning имеет достаточно простые API и понятные, то можно сделать, например, следующую вещь при определенной ловкости рук. Есть, например, HP Service Manager, HPSM. Вы в нем добавляете, в HPSM добавляете нового сотрудника. Например, Иванов будет у нас помощником директора одесского филиала. Нажимаете Apply и HPSM будет отдавать команду в Prime Provisioning для того, чтобы этот телефон запровизировался и дали соответствующие права. Естественно, это при ловкости рук, то есть надо сделать коннектор между HPSM и Prime Provisioning. Таким образом, мы переходим от парадигмы, когда мы пытались собрать некий набор приложений и каждому человеку, каждому сотруднику дать кусочек голосовой почты, дать кусочек того, дать кусочек всего. Мы сейчас базируемся на парадигме есть сервис, есть точка нахождения человека. Пожалуйста, имеется в виду location, пожалуйста, набор сервисов для директора в Николаев, для секретаря в Одессу, например. И Self-Care Portal, достаточно простой Self-Care Portal, где можно, например, вот есть такое, знаете, интересное для иностранцев есть такая фича, не знаю, как у нас, насколько востребовано. Вот, например, в директоре у вас прописано имя, я не знаю, там, Сергей Иванов. А вы по жизни хотите, чтобы вас называли Сереженька. Вот можно зайти в Self-Care Portal и сделать себе подпись на телефон Сереженька, и когда вы будете звонить, все будут видеть, что вы Сереженька, а не Сергей Иванов, например. На этом все. Трехчасовой марафон в ускоренном режиме подошел к концу. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok